Добрый день, дорогие друзья! Вот показываю вам клематис. Его называют и белое облако, и летний снег, и форгезиоидис. Это всё название этого клематиса. А сорт Польфоргез. И вот такой вот он мелкоцветковый. Я его пересадила этой весной, поэтому он не такой пышный. Но вот у него много цветков мелких. И смотрится он, конечно, хорошо. И молодец, он первый год отцвёл после пересадки весной. Просто он сидел в другом месте. Он сидел у меня вот здесь вот под аркой. Но там много тоже цветов насажено. Там и роза плетистая, и лилии. Много чего насажено. Это его первый год. На новом месте. И около беседки я думаю, что он будет хорошо тут расти, смотреться. Но так как он пересажен, первый год посадки, я его обрежу полностью. И укрою, сделаю укрытие на зиму. Чтобы он хорошо пережил зиму. А вообще вот так цветёт. Вообще этот клематис не требует обрезки. Но это, наверное, в более тёплых краях. У нас в зоне рискованного земледелия требуется обрезка. И укрытие требуется. Зимы непредсказуемые. Может и отопреть, и замёрзнуть, и всё что угодно. И вот такой клематис. Сейчас, конечно, он уже цветает. Уже вид у него не тот. А когда он большой, он действительно как белое облако. И я видела клематис в одном видео. Я видела, он большой. Вот как если бы был под беседку у женщины. И она его не обрезает. Я не знаю, в какой это области. Она его не обрезает. Он там, конечно, шикарно разросся. Надеюсь, и у меня разрастётся. Клематис Польфаргес. Все остальные клематисы у меня без названия. Я не знаю сорта этого клематиса. Но он тоже хорошо цветёт, растёт. Растёт на одном месте. И вот такие у него цветы. В один год были очень крупные. Но в тот год я рядом посадила лилии. И подкармливала их клематису. Это очень нравится. Он требователен к питанию. Его надо очень, чтобы он шикарно цвёл, Его надо очень хорошо кормить. С другой стороны он смотрится вот так. Как бы свет поймать, чтобы получше. И вот он сидит тут на одном месте. Тут у него рядом и другие цветы. Вот, кстати, отцвела тритома. И что у неё осталось? Всё, что осталось. И если у этого клематиса более крупные цветы, То рядом находится с мелкими цветами, С более мелкими цветами. Вот такой клематис. Он сиреневый, что ли, или фиолетовый. Но тоже цветёт он очень хорошо. Здесь рядом с этим клематисом у меня находится цветок ночная красавица. Вот он после ночи расцвёл. А расцветает он очень интересно. На закате у него распускаются новые бутоны. Вот эти бутоны новые. Они будут распускаться. А эти, то, что цветёт сейчас, это будет увядать. Но вот утром оно смотрится красиво. До вечера могут дожить эти цветки. Всё, больше они не живут. И вот сейчас утром куст смотрится очень красиво. И интересно смотреть, как он распускается. Один лепесток за другим. Это на закате солнца надо смотреть. Надо вот ждать, ловить момент. Время тоже выбирать. Мы зовём его ночная красавица. У него есть ещё другое название. Вроде бы ослинник, если я не ошибаюсь. Может быть неправильно назвала название. Но что-то вроде этого. И вот такой цветок интересный. И здесь на фоне клематиса. А издали это смотрится вот так. На фоне грядки, закрытой агрилом. Это огурцы растут. Ночи холодные. Растения не хотят, поэтому закрываем. А здесь клематис и ночная красавица. Или ослинник. Вид с другой стороны на солнце отсвечивает. Не вижу, что снимаю. Надеюсь, что получится. А здесь вид под аркой. Вот так он уйётся на арку. В прошлом году всю арку завил. А в этом году вот что-то остановился. И вот так они и цветут. С одной стороны один клематис вот такой. Я его тоже называю мелкоцветковый. А с другой стороны вот с такими голубыми цветами. Вот такой вот клематис. Тоже хорошо цветёт. Но долго он у меня приживался. Когда мне его дали... Этот клематис я не покупала, мне дали. И когда я его дала... Дали мне его. Пока у него не наросла корневая система, он не цвёл. Вот как наросла, было по одному цветочку. Сейчас, конечно, цветение уже более пышное. Ещё будут цветы. Будем любоваться. И вот такой клематис. Тоже без названия. Здесь вот за баней, с другой стороны бани, ему очень хорошо. Он сидел около крыльца, где у меня гортензия дорума. И там ему не нравилось. Не знаю, что ему там не нравилось. Я и подкармливала, но не нравилось. А здесь вот, когда пересадила, здесь ему очень понравилось. Но здесь он закрыт стеной. Вот баней закрыт от северных ветров. Здесь затишек. И он так пышно разросся. Цветение... Каждый год пышное цветение. Подойду поближе, покажу. Подошла поближе. И вот такой вот он разрастается. Дай волю, он бы и больше разросся. Но мы его не ограничиваем, конечно. Но если бы были ещё опоры, шире бы был. Видите, вот какие цветы. А цветы красивые. Он у нас считается таким простым клематисом. И неприхотливым. Но когда не знаешь, как с ними обращаться, как их посадить, как выращивать, то, конечно, сложности есть в выращивании. И место надо подобрать. Вот где ему понравится, там он и будет цвести и расти. А если уж клематису не нравится место, то расти он будет плохо. Этот тоже я обрезаю под самый корень, и он вырастает на следующий год. Но он цветёт на побегах текущего года. Есть у меня ещё один клематис белый. Он цветёт на побегах прошлого года. С тем труднее. Не всегда получаются хорошие побеги. Цветы в этом году были объеденные. Какие-то жуки их объедали. А этот вот клематис здесь растёт без проблем. Подкормки нужны клематисом тоже. При посадке, конечно, хорошо положить перегноя. Вот что он не любит, так это свежий навоз. Очень любит перегной. Ну и органические удобрения. Не органические, минеральные удобрения. Это тоже он любит подкормки. Золу любит. В общем, подкармливать надо всё. И вот такой клематис у меня растёт. Это всё, что я знаю о клематисах. До свидания. Всего доброго. Не болейте. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...